Всем добрый вечер! Большое спасибо, что добрались до нас в эту ненастную погоду сегодня. Я вас приветствую на площадке премьер-зал Заря. И мы сегодня с вами собрались на один из семинаров, исследовательский недельный семинар об истории солидарности жителей Екатеринбурга. Эти семинары у нас начались и будут проходить до декабря. Их цель как-то изучить историю сообществ города, которые влияли на Екатеринбург, которые оставили какой-то свой важный след в истории города и в его среде, в современной городской среде. И наши семинары будут проходить в виде таких стерий и небольших лекций. Сегодня у нас запланировано три лекции по 20 минут. Мы можем задавать вопросы лекторам между этими самыми лекциями. И после тоже можно уйти в какую-то небольшую дискуссию. Я еще хочу сказать, что наш исследовательский семинар проходит в рамках фестиваля Паблик Арта ЧО, который инициирован компанией Атомстройкомплекс. И я хочу представить вам наших сегодняшних лекторов. Их у нас три, как я сказала. Это Людмила Старостова, куратор проекта МЖК-1980, с которой мы как раз поговорим про молодежные жилищные комплексы. И она нам про них расскажет. Это Дарья Костина, искусствовед и куратор арт-галереи Синара Арт. Она сюда выйдет тоже, и мы с ней поговорим про всеобщее общество картинники. И это Светлана Толмачева, журналист, экскурсовод, сообщество Екатеринбург-Гуляем и автор маршрута по Свердловскому року. И она нам как раз расскажет про рок-клуб. То есть сегодня у нас будет такой, скажем, обзор 80-х и 90-х. Я надеюсь, что мы сможем составить какую-то картину города, что происходило в этот момент в Екатеринбурге, в Свердловске точнее. И как-то, может быть, объединить эти истории. Начинаем мы с Людмилы. Я ей передаю слово и прошу обещать эту презентацию. Спасибо. Здравствуйте. Я для начала попробую сесть. Мы пробуем развернуть презентацию. И она развернулась. Она в серединке развернулась. Это не начало. Ладно. Вы спойлерите. Никто никогда не успел посмотреть. Так. Вот. Полина предложила мне рассказать о том, как, о том, что Екатеринбург был сообществом. Инициативным сообществом, низовой инициативой. Это действительно было так. Но сразу предупрежу, что безоблачным это яркое явление не было. Здесь вы видите на заставке фотографии, сделанные на выставке, которая прошла в Ельцин-центре и была основана на изучении опыта трех МЖК нашего города. Итак, движение МЖК – это движение по строительству жилья молодежью. Это было крупнопанельное индустриальное домостроение. Я модель расскажу вам, она будет на следующих слайдах. Но вот этот слайд, он просто показывает масштаб. В одном из документов конца 80-х годов было написано, что в СССР строится порядка 700 МЖК. В СССР, то есть в союзных республиках, тоже строились МЖК. И мы видим, например, сколько МЖК строилось вот здесь, в правом нижнем углу карты Свердловской области. То есть очень много. Это было масштабное явление. Началось все с МЖК в городе Королеве. Тогда это был город Калининград, Подмосковье. И в этом году исполняется 50 лет движения МЖК в СССР. Потому что тогда начался МЖК в городе Королеве. Он тогда назывался Калининградом. И вот мы видим, они построили три дома книжки. Книжка, потому что похож на книжку дом. И вот центральная вставка, она была посвящена во всех трех домах общественным помещениям для того, чтобы там работали кружки, занимались взрослые, проводились различные мероприятия. То есть как бы их социальная программа реализовалась внутри этих живых домов. Ну, как МЖК, это определенная, конечно, экономическая модель. То есть вот как была устроена строительная сфера в СССР. Была плановая экономика. Госплан распределял деньги на строительство жилья, на министерство. Я сейчас не затрагиваю кооперативы, это явление было. Я говорю просто о том, в какую систему, самую массовую, интегрировался МЖК. Итак, министерства разные выделяют деньги через свои предприятия. Уже предприятия приглашают строительного подрядчика и выступают заказчиком строительства жилья для их сотрудников. И когда построен дом уже, то часть квартиры отдается горсовету, чтобы тот распределил жилье через своих очередников, потому что они все же работали на предприятиях города, на которые выделялись деньги на строительство жилья. Это была плановая экономика, то есть на год выделялись средства, они должны были быть освоены, но, как показывает опыт, не все средства осваивались. То есть я подумаю, как это графически изобразить? Вот закрашенные ярким, более ярким, розовым цветом, сиреневым тут, значит, прямоугольники показывают, что средства освоены, а где-то не до конца освоены, потому что не хватало ресурсов, не хватало мощностей на заводах железобетонных изделий, не хватало просто строителей, строительной отрасли. И в итоге оказывалось, что в конце года план немножко не выполнен. И вот как бы в эту нишу, в эти недосвоенные ресурсы, в итоге интегрировались ребята, которые сказали, а мы будем строить молодежные жилые комплексы. Но у молодежных жилых комплексов, конечно, были определенные предпосылки в истории нашей страны. И сами мжиковцы это проговаривали. То есть я работала с несколькими архивами, в том числе с очень богатым архивом Александра Барабанова, который был главным архитектором в архитектурной группе МЖК-1. И он все хранил, он все фотографировал, даже записочки какие-то, справки хранил. Это интереснейший архив, и в том числе там хранится у него концепция нашего МЖК. Скажу, что наш МЖК, наш ЖБИ, он был второй в СССР, и он был самый крупный в СССР, в Советском Союзе. То есть потом он стал методическим центром, и туда стали ездить, учиться. И так, он опирался на идеи домов коммун, то есть когда люди живут сообща, вместе организуют свой досуг, помогают друг другу в чем-то. И в этом смысле они упоминали вот и такие дома коммунные, каким является, например, городок чекистов, то есть жилье повышенного класса, но с интегрированной богатой социально-культурной, бытовой инфраструктурой в городок. И коммунные, когда люди добровольно объединяются и вместе ведут хозяйство, на самом деле тоже добровольно принудительно. Плюс это движение строитрядов, которое развивалось в СССР, и тоже приучало участников движения к определенной этике. Ударный труд, ответственность команды за результат, вообще гордость за то, что ты что-то создал. То есть они не просто там деньги зарабатывают во время трудовых семестров, это было как бы тоже было сообщество. И практики самстроя, когда предприятие строит жилье для своих сотрудников руками этих сотрудников. Эти практики развивались в нашей стране в 50-60-е годы. Дома, вот это пример домов на Уралмаш, которые были таким образом построены. Это дома в основном кирпичные, то есть тут не требуется участие левого строительного подрядчика, потому что технология простая, и простые строители могут ее освоить. И в концепции МЖК, которую наши ребята, которые не хотели долго ждать жилья, было написано, что вот они решают ряд-ряд проблем. То есть действительно предприятия стали финансировать МЖК, потому что люди, которые в него вступали, они в итоге не уходили на другие предприятия. Они теперь знали, что они здесь получат жилье, например, через год или два. То есть решали проблему текучести кадров. Строителям тоже было выгодно, потому что они получали рабочую силу. Ну, приходят люди, за копейки работают строителями. То есть там были рациональные доводы, но при этом, посмотрите, как выглядела цель создания МЖК. Создание молодежного жилищного комплекса с элементами коммунистического быта и общественного самоуправления. То есть мы видим, что в ней очень много социального. То есть вот не просто построишь себе квартиру, а мы строим сообщество по месту жительства. Мы будем общаться, у нас будет обширная социальная программа, будем развивать человека. И вот разговаривая с людьми, изучая документы, я пришла к выводу, что изначально социальная концепция МЖК была прикрытием. Потому что, по сути, МЖК был феноменом теневой экономики. Так же, как цеховики шили футболки за счет недоосвоенных, там, где-то выброшенных трикотажных, значит, каких-то рулонов, да, и потом продавали на рынке. МЖКовцы то же самое, только они делали дома из тоже неосвоенных ресурсов. И юридический статус МЖК был очень зыбкий. Но вот как бы вот эта идея коммунистического человека и сообщества, она руководителями была поднята как флаг. И они его тоже с гордостью понесли, потому что новый импульс комсомольскому движению в стране, в общем-то, уже загнивающего социализма произошел. Эта концепция разрабатывалась в конце 70-х годов. Брежневское время. И вот концепция МЖК есть, в нашей концепции, местной, есть очень такие хорошие слова. То есть, кто мы? Мы аркомитет, да, мы создаем аркомитет. У нас идеи и ноги. Это значит, что мы все организуем. Ваши дольщики, дольщики это предприятия, которые вступают в долю. В МЖК один было четыре крупных дольщика, в том числе УПИ, МПА автоматики, завод электроавтоматики и ДСК, домостроительный комбинат. Они, естественно, все права принадлежат им. Земля выделяется домостроительному комбинату, предприятия выделяют деньги. И ничего МЖК здесь не принадлежит. И никакого юридического статуса они не имеют. Значит, КМСО, это комсомольско-молодежные строительные отряды, это их руки, да, то есть они своими руками работают. Ну, а строители еще предоставляют технику, материалы и изделия, потому что в эпоху индустриального домостроения уже было не справиться без профессиональной техники и комплектующих. И в концепции уже написано, что вы не беспокойтесь, строить будут ветераны строя отрядов. Посмотрите, по статистике они уже обладают строительными навыками. И в МЖК была заложена социальная программа. Это значит, что мы строим не только жилье. Вот сам строим, например, там строилось только жилье. А здесь клубы, здания оргкомитета. Представьте, что в жилом комплексе строится специальное здание оргкомитета. Это макет МЖК-1. И мы вот здесь с вами видим вставки, вот здесь между домами вставки и общественные учреждения. Вот здесь у нас находятся здания для общественных туш. Здесь у нас большой общественный центр. Здесь у нас, смотрите, бульвар МЖК. Он не состоялся, но он должен был все объединять. Также здесь был большой проект. Он где-то здесь просто в изначальном макете он так не выглядел. И его в итоге так не построили. Здание учебно-воспитательного центра, такая школа будущего. Если мы возьмем, в качестве примера, другие МЖК, то есть я работала с тремя МЖК, конечно, не у всех было так роскошно, но вот посмотрите, проект МЖК-4 на визе. И тоже вот мы здесь видим здание большого социально-педагогического центра. К сожалению, так и не было построено. Здание детского сада. Здесь должен был располагаться штаб МЖК, здесь клуб МЖК. То есть вот смотрите список инфраструктурных элементов, какой большой. Что говорит о том, что на одного жителя приходилось довольно много социально-культурных функций. И МЖК на Урал-Маше, МЖК УЗТМ. Вот были построены в итоге только четыре вот таких жилых дома, но должны были быть учреждения соцкульпыта в стилобате, который был призван объединять, и еще два здания для школы и для детского сада. Просто не успели это все построить. То есть везде эта программа была. И мы видим, что эта социальная программа повлияла на архитектуру, потому что ведь строили не только типовые жилые дома, но и разрабатывали индивидуальные проекты для зданий общественного назначения. Вот это клуб, это станция детского технического творчества, это здание оргкомитета, это здание ФОКО, физкультурно-оздоровительный комплекс. Все абсолютно авторские проекты молодых архитекторов. То же самое, точно так же это проявилось и в проектах детских площадок. Ну, естественно, попасть в МЖК должны были лучше, и поэтому были организованы социалистические соревнования на предприятиях дольщиков. И вот это вот скрины из положения соцсоревнований. Посмотрите, какие сложные формулы расчета. Пытались учесть массу преимуществ или ошибок у участников соревнования, потому что желающих попасть в МЖК было больше. Соответственно, в МЖК попадали лучшие. Лучший получал, например, вот такую путевку и шел строить МЖК. Вот это вы видите фотографию первой группы архитекторов МЖК. Здесь хочу показать человека, без которого МЖК в нашем городе, наверное, не было. Это Евгений Королев. И архитекторы, вступая в МЖК, получали квартиру и получали возможность создавать авторские архитектурные проекты, будучи молодыми людьми. Ну, а строители, люди, выпускники вузов, приходили в строительную отрасль работать простыми строителями. И, конечно, они приносили сюда интеллект, они приносили сюда образование. То есть вот в некоторых участках КМСО подписаны их профессии. И они сразу вносили массу рационализаторских предложений в очень консервативную советскую строительную отрасль. Ну, были и побочные эффекты, и это все было очень непросто уже на этапе строительства, потому что дочек ДСК, например, пытался злоупотреблять своими полномочиями. Тем более, что руководителей в МЖК, вот членов оргкомитета, их назвали подснежниками, потому что они были по эффективным договорам устроены на предприятиях, а при этом они ворочали так-то миллионами. И вот мы с вами видим страничку из альбома КМСО-1, в МЖК-1, КМСО-12. Финальная страничка, хэппи-энд, художник изобразил счастливую мжиковскую семью, но она нарисована в тюремной, в арестантской одежде. Потому что конкретно этому отряду по воле ДСК вместо программы в 11 месяцев на стройке пришлось отработать 12 месяцев. И ДСК их использовал в том числе очень активно на своих городских объектах, чтобы сдавать планы. Но, естественно, МЖК уже на процессе строительства стал работать как домик дружбы, что тоже отражено на рисунке из этого же альбома. Мы видим, человек поливает растущий живой комплекс, очень хорошая метафора, поэтому мы ее использовали в афише нашей мобильной выставки «Дом, который построил я». Ну и вот домик дружбы, пока мы строим, мы дружим друг с другом. То есть возникали процессы интеграции, плюс, как мы понимаем, в МЖК попадали самые инициативные, целеустремленные, лучшие. И в итоге, например, вот на примере МЖК-1 можно увидеть, что это сообщество стало показывать себя как довольно креативное, когда им приходилось решать задачи, вот прямо сейчас возникающие перед ними. Например, вот мы с вами видим вот на этой фотографии такой лес, где дети могли, такая рощица, да, дети могли там лазить, играть. Она сделана из корней вырытых сосем. Вот чтобы использовать эти интересные корни, их специальным образом обработали и устроили такую рощицу. Или, например, знаменитый амфитеатр не был изначально в проекте, он возник, потому что были отвалы грунта, и чтобы его не вывозить, потом говорили, давайте сделаем место коллективных ритуалов. И это возникло. И самолет, которого сейчас там уже нет, тоже туда привезли МЖКовцы. Ну, это вот пример стен газеты, которая является примером такого внутренней коммуникации, очень активной коммуникации этого сообщества. Это вот пример из социологической аналитики, то есть МЖК-1 был социологический отдел, который изучал досуговые предпочтения МЖКовцев для того, чтобы в дальнейшем планировать социальную программу МЖК и увеличивать долю досуга, освобождать людей от домашней работы и так далее. То есть, как бы это действительно сообщество возникало как самоуправляемое. И был создан в каждом МЖК, создавался совет МЖК по уставу, по типовому уставу МЖК, который был разработан. И этот совет стремился решать все вопросы. И когда уже началась перестройка, появился хозрасчет, то и советы МЖК стремились больше самооккупаться. Например, уже претендовали на то, чтобы их представитель был в совете района, в исполкоме местного района, принимал участие в принятии решений. Ну, тоже вот мы с вами видим пример телевидения МЖК-1. Кабельное телевидение, которое стало средством внутренней коммуникации сообщества. У них, например, был, это Александр Мих придумал, у них была розетка, ну, во всех квартирах советских домах была радиоточка. И он через эту радиоточку запитал пульт обратной связи. То есть, по кабельному телевидению жителям задавали вопрос, на который можно получать «да» или «нет». И они на этом пульте нажимали «да» или «нет». И в итоге так интерактивно голосовали. Или когда надо было всем собраться, например, в амфитеатре, там у них был момент, когда пытались, очень жаль, когда пытались смести Королёва, и тоже там противник этой попытки свернуть Королёва, он орал по кабельному телевидению, как мне рассказывала на информантке, что бегите все там в спортзал, голосуйте, там Королёва пытаются сверкнуть. И были передачи просто внутренний, политклуб, например, и киноклуб. Были очень много было фестивалей. Это пример айдентики. То есть, развитые МЖК, не все МЖК, конечно, были такие, но наши самые крупные МЖК были такие. Они стремились к самоидентификации. У них возникает фирменный стиль. Посмотрите, это буклет, стен газета, фестиваль дружбы, это все МЖК-1. Или, например, МЖК УЗТМ, две верхних фотографии. То есть, по периметру района, где расположен МЖК, стоят стоечки с фирменным стилем, оформленные, которые говорят о том «мы МЖК». Вот, знаете, мы такие. Или вот здесь просто мелко на фотографии и видно, что на верхней периметре МЖК-4 дома тоже есть аббревиатура МЖК-4. Ну, этот слайд я просто пропущу, потому что времени нет. Но это про митинги на сдаче дома, которые показывают, что, конечно, если власть что-то признает, она сразу начинает немножко этим управлять и протоколировать эти процессы. Так, ну, здесь вот некоторая статистика по сообществу, которая возникает, да, то есть мы видим, что очень велико количество семей с детьми. Это, кстати, проблема МЖК, что все примерно одного возраста, нет стариков, и что дети тоже все примерно одного возраста. Соответственно, и стареет это сообщество примерно одновременно. Но при этом очень много кружков. Или, например, тоже замечательный клуб «Полет», вот руководитель клуба «Полет» Владимир Байбар-1, вот он, он за этот клуб получил квартиру МЖК-1. Вот он в одном моменте говорил, я понял, что нет никакого военно-патриотического физического, эстетического воспитания. Воспитание либо есть, либо его нет. И этот военно-патриотический клуб в итоге снимал клипы, ходил в тур походы и записывал песни. Но надо сказать, что идеализировать все эти процессы нельзя, потому что все-таки мотиватором вступления в МЖК является квартира. И когда ты ее получил, то твоя мотивация участвовать в этой общей жизни, она начинает снижаться. И в МЖК с этим стали сталкиваться. То есть, например, в нашем МЖК людей прямо опрашивали, какие стимулы, значит, для них более значимо что-нибудь бы заниматься общественной деятельностью. Вот вы эти стимулы видите на экране. В МЖК Королева, у них, они очень хвастались, в городе Королево, да, то есть первом МЖК в стране. Они же тоже очень хвастались тем, что у них успешный социальный эксперимент. Я в марте этого года взяла интервью у Станислава Синица, основателя МЖК. И он мне сказал, что просто когда бойцы вступали в МЖК, то они сразу обязательно на себя брали, что когда они въедут в построенный дом, они два часа в неделю будут тратить на общественную работу. И за этим следили в правкоме, в комитете комсомола, завода, где работал этот МЖК. То есть это была такая добровольно-принудительная практика. У нас этого не было. У нас все равно постепенно как бы оставалось ядро людей, которые были активны. Это свидетельство распада. В силу отсутствия времени, я не могу долго об этом говорить, но когда наступили 90-е, стали развиваться центробежные процессы в МЖК, потому что теперь уже мы все выживаем, потому что в 93-м году были ликвидированы советы, и, соответственно, ликвидированы советы МЖК. И инициативные люди из МЖК пошли кто куда развиваться, многие пошли в политику, многие пошли в бизнес. И вот посмотрите, вот это вот здание Оргкомитета МЖК, один, и вот эта фотография этого Оргкомитета, которое я сделала в этом году. То есть здание абсолютно обезображено перестройками. Причем первым еще один этаж надстроил сам Королев, потому что он пытался опробировать, как он будет здесь строить коттеджный поселок для МЖКовцев, но тоже силами МЖКовцев по модели МЖК, но какой-то такой более статусный поселок тут же на ЖБИ. И решил попробовать это на вот этом вот здании Оргкомитета. А потом уже следующие пользователи, естественно, оно было приватизировано, как все, они стали настраивать разные скворечники и теренки для того, чтобы все это сдавать в аренду. И в итоге, ну вот для меня это очень убедительное свидетельство того, как разрушаются идеи самоуправления, вот этого очень локального самоуправления, к которому так стремились им ЖКовцы. Но при этом есть опыт, вот здесь я хочу все-таки сказать про опыт Зеленограда. Это город, он ходит, в принципе, мне кажется, в агломерацию Москвы, и там МЖК начался, когда в стране уже все заканчивалось. Поэтому, когда деньги перестали поступать через предприятие в 92-м году, у них было 6 недостроенных домов, и все. И они нашли просто хитроумную схему, как постепенно, перейдя на долевое участие, все достроить. Так вот, пример этого МЖК, это пример того, как можно, во что он мог бы превратиться, если не распасться полностью. Там сохранился сильный лидер, Александр Робтовский. То есть он до сих пор управляет этим некоммерческим партнерством. Сейчас он так называется, некоммерческое партнерство МЖК Зеленоград. И что они делают? Когда они стали работать как строительная компания. То есть посмотрите, вот тут прямо видно, слева дома, 4 дома, да, виднеющиеся, это первое МЖК. Мы даже чувствуем эту, как бы, такую аскетичную модернистскую архитектуру. Все, что правее, это уже такой капиталистический романтизм. И это построено, естественно, за счет привлечения средств будущих жильцов. Уже никто своими руками не строил. Но Робтовский преследовал цель сохранить цельное сообщество. И что он стал делать? Когда нулевой цикл, квартиры не выпускаются в свободную продажу, а по чуть меньшей цене, значит, они продаются желающим и знакомых МЖКовцев. То есть по рекомендации. В итоге здесь подбираются люди, у которых близкие ценности. Вот как бы вот эту социальную ценностность сообщества удалось облюсти. Они проводят праздники, мероприятия. У них внесенные в книгу Гиннесса часы фонтан. Вот у них знак МЖК возле этого фонтана находится. То есть все так очень нарядно. Но когда я вас спрашиваю, вот вы проводите мероприятия, кто проводит? Что это за люди? Как вы их организуете? Он говорит, ну, я хочу, чтобы мы их провели. И говорю, мы будем проводить. И организую их для людей. То есть это последний слайд. Я бы, конечно, говорила глубже и тоньше. Вот, очень близ получилось. Но, безусловно, МЖК был очень интересной инициативой людей в определенных исторических условиях. То есть в условиях позио-социализма люди, которые просто хотели решить проблему с жильем, нашли способ это сделать. И они нашли очень здоровое решение. Такое, которое удовлетворяло и прагматики всех участников. То есть все какие-то свои проблемы решали. И одновременно все испытывали чувство более-менее удовлетворения. Люди по максимально справедливым, правильным попадали в настройку. Да, они перерабатывали, но они были в равных условиях. Создавали равные условия. Поэтому как бы это чувство взаимной поддержки, какого-то самоотверженного труда. И вот чувство близости, связи за счет какого-то общего проекта, общего опыта. Оно безусловно там существовало и до сих пор скрепляет костяк имжиковцев, которые живут в наших имжиках. Которые не разъехались и сегодня им больше 60 лет. Они в некоторых случаях даже готовы объединиться, чтобы решить совместные проблемы, как с реконструкцией сквера МЖК-1. Все, спасибо. Может быть у нас есть возможность пару уточняющих вопросов сейчас задать. Есть? Да. Мой вопрос, он на самом деле возник, когда я с выставкой знакомилась. Все-таки про социально-психологический климат в МЖК. Я скажу честно, вот у вас там на выставке была зона, где очень крупно была надпись. Ты же здесь всех знаешь. И вот я резко почувствовала, что бы я ощущала, живя в крупном каком-то таком сообществе, где реально все друг друга знают и знают все про друга. Друг про друга. Вот понятно, что, наверное, это наоборот был какой-то стимул на первых порах. Но с процессом уже развития семей, взросления детей, этот климат сохранялся. Вот как себя люди там ощущали? Ну, вот это вот ты всех здесь знаешь, это вытащено прямо из МЖКовки. И это сквозит во всех интервью вот это ощущение вообще потерянного счастья. Вот оно тогда было, это счастье, когда все друг друга знали. Когда двери квартир не закрывались, ты мог зайти в любую квартиру, ты знал, где оставить своего ребенка. И когда, например, устраивали какие-то праздники, фестивали, то люди выносили столы. Вот так все ставили, у кого что дома есть, выносили. И это приносило им большое чувство счастья. Вот все, с кем я говорила, они все это абсолютно разделяют. С другой стороны, конечно, ну, например, какое-то время пошли разводы. Причем именно, как бы, человек уходил в другую семью в МЖК же. Потому что все же друг друга знают, да? То есть были, конечно, различные процессы. Но в целом вот это вот ощущение того, что это знакомое пространство, оно безопасно. Твой ребенок может хоть куда пойти, он может гулять на территории детского садика, потому что нет забора. Это общее пространство. Это сквозит у всех именно как плюс, как преимущество молодежного жилого комплекса. То есть тут, я бы даже сказала, что, ну, не знаю, нельзя ли, можно ли это назвать идеализацией? Ну, может быть, как бы люди идеализируют прошлое, да? Но мне кажется, что тут вот это как раз то преимущество, которое они считают утраченным со временем. У меня на самом деле, меня очень как бы тронула фраза, которую вы сказали, что это все-таки была часть теневой экономики. Сказали, вы, и тут же начали рассказывать, как они там были почетными комсомольцами, передовиками производства, и только такие могли куда-то попасть в теневую экономику. И я сейчас подумаю, что, возможно, вы можете меня поправить, это скорее высказывание, чем вопрос, что как раз в МЖК подбирались люди максимально лоевистские, вот этим всем социалистическим ценностям, которые и так уже работают в комсомоле, везде, всюду, впереди. И поэтому у них вот это ощущение там приватности, что ты, может быть, хочешь остаться немножко не без коллектива на какое-то время, в запертой квартире, хоть ненадолго. Не соглашусь, советский человек не так прост. Это человек, в котором прекрасно уживаются, казалось бы, противоположные вещи. То есть, с одной стороны, мы можем ходить на демонстрации, нести флаги и радоваться тому, что мы пришли на демонстрацию, при этом мы можем вечером на кухне сидеть, слушать радио «Свобода» и что-нибудь там критиковать, высмеивать Брежнева. И мы просто как бы, как сказать, вот у тебя есть цель, да, вот она прагматическая, например. Ты хочешь, у тебя ребенок, жена, ты хочешь съехать от родителей, у тебя нет денег, снимают жилье, в общежитии не хочешь, ты хочешь жилье. Ты думаешь, как ты можешь это сделать? Тебе общество дает определенные коридоры, да, и некоторые неочевидно. Ты сам создаешь эти коридоры. И ты понимаешь, что частью этого коридора является как бы язык, на котором ты говоришь. Ты обязательно там все равно напишешь знамя, там, МЖК, мы строим коммунистического человека, потому что это язык эпохи. И ты не будешь чувствовать себя лицемером, когда ты это делаешь. Потому что как раз вот как бы эволюция советского, оно тем и разрушалось, наверное, что как бы внутри вот этого вот семантического тела все равно прорастали здоровые прагматические интересы, которые другого-то языка еще не знали, поэтому они с ними нормально уживались. И поэтому люди, не будучи диссидентами, они в своей повседневности существовали внутри системы и потихоньку ее расшатывали. Вот я так это понимаю. А есть ли в настоящее время успешные проекты МЖК, которые реализованы именно в капиталистическом строе? Я повторю вопрос, чтобы его было слышно на камеру. Есть ли в современное время успешные проекты МЖК, реализованные в капиталистическом строе? Здесь мы задаем себе вопрос, что такое успешное? Дело в том, что мне кажется, что просто ничего аналогичного нет в капиталистическом строе. Ну то есть есть социальное жилье. Ну это социальное жилье, да? Оно не принадлежало этим людям. То есть они его построили, но они там были потом ответственные квартиросъемщики. Потом как все его просто приватизировали. И как бы аналогом этого жилья, жилья на Западе являет социальное жилье, которое существует. И обычно это программы, рассчитанные на людей, которые не могут сами себе купить жилье. И это, как правило, не очень благополучные районы в итоге получаются. То есть, ну все равно начинают работать какие-то законы по туристической экономике. И люди с деньгами, соответственно, не знаю, более какие-то стремящиеся к тому, чтобы более быть огражденными от разных неурядиц. Они сплачиваются в одних районах, люди менее обеспечены в других районах. То есть вот с этой точки зрения, а чтобы это было что-то инициативное, да? Вот что-то с людьми инициированное. Не знаю, я, видите, я этот вопрос специально изучала. Я смотрела, но я смотрела работы на высшей выставке Маши. Место на земле, да? Вот она с другими кейсами просто работала, мировыми. И вот мы, например, говорим. Вот идеальный город Чендигар в Индии. Или город Бразилия, столица Бразилии. Идеальный город. Архитектор думает о том, что все было сбалансировано. Это тоже немножко похоже на МЖК, потому что мы думаем о балансе социального и бытового, например, да? Жилищного. Но ведь опять же срабатывают вот эти процессы джентрификации и сегрегации. То есть они сами собой запускаются. И сказать, что какие-то вот успешные процессы. Или, ну я не знаю, может быть, вот как бы израильский опыт каких-то коммун, которые вместе живут. Но он слишком экзотичный для того, чтобы все люди могли его принять. Поэтому... Максимум какие-то очень небольшие локальные... Очень какие-то локальные исключительные истории с людьми, которые готовы жить по особым правилам. Вот у меня такое ощущение. Но я не специалист просто. Кооперативы нам нужны. Почитайте про Левитову. Татьяна, у вас было... Мне было интересно, ну поскольку два района строятся примерно в одно и то же время, но один чуть-чуть, может быть, попозже. Это Ботаника. Тоже район молодых семей преимущественно. И МЖК, который чуть раньше начинается. Насколько, ну было ли желание исследовать, как отличался какой-то внутренний климат в этих районах. И отличался он. То есть были ли какие-то преимущества МЖК, поскольку и там, и там есть свое какое-то внутреннее понимание, что мы тут на Ботанике, ну тоже примерно одинаково заселяется молодыми семьями в начале 90-х годов. Ну вот примерно... Может быть, он какой-то аморфный вопрос, но мне просто стало любопытно. Да, у молодых районов. Ну, мне кажется, что вот в МЖК очень важное... Отличается, на мой взгляд, отличается МЖК именно системой отбора жильцов. То есть люди ведь по какому принципу они оказываются соседями? Ну, они, например, здесь родились. Или их сюда пригнали. Их сюда переселили, например. Или вот я знаю, что, например, некоторые кварталы в Юго-Западном, они заселяли с людьми, которых выселяли из бараков. Просто уже сносили все бараки, и вот им давали там квартиры. Но это совсем другое время. Там как раз Юго-Запад, ВИС, это даже не рассматривают. Я как раз... Ну, я просто вам привожу примеры, что люди на разных основаниях могут оказаться соседями. И то, что они одного возраста, это еще недостаточно для того, чтобы появился вот этот вот фактор какой-то внутренней самоорганизации, мне кажется. Конечно, если брать МЖК, то вот как бы сам принцип соцсоревнования, то есть когда горлышко у нас достаточно узкое, и в него могут пролезть не все, и мы всем проговариваем четкие правила, как человек может сюда попасть, то мы тем самым осуществляем социальную селекцию. И в МЖК действительно попадают люди с активной жизненной позиции. Их концентрация в МЖК выше. Просто выше. Чем если это просто молодые люди, которые здесь оказались, потому что, например, ну, одни... Ну, одного возраста, может быть, на одном предприятии работали, если мы говорим о советском времени, да, и просто вот... Просто молодые сюда заселились. То есть там нет этого принципа селекции. И я считаю, что в МЖК, он сыграл очень большую роль. Но в МЖК еще большую роль играло присутствие лидера. То есть мне кажется, что сообщества объединяются вокруг сильных лидеров. И когда лидер в изменившихся ситуациях теряет свои способности приспособиться к ситуации или теряет интерес, то очень мощный фактор, который удерживает это сообщество, он тоже исчезает. Вот опыт МЖК, я же как бы изучала и то, что с лидерами происходило, и я вижу, что центробежные процессы очень сильны, что из того же у комитета выходят очень прагматические лидеры, которые начинают решать свои личные задачи. То есть это не были все высокоморальные люди, но это были люди с сильной, какой-то, я не знаю, сильной волей, и в результате драмы-то разыгрывались очень яркие. Поэтому просто люди одного возраста, они еще, мне кажется, сообщества не создают. Должны быть какие-то дополнительные факторы. Я здесь прерву дискуссию, если можно, своим, как бы сказать, своим... Волевым своим. Да, волевым именем и словом модератора. Вот, большое спасибо, Людмила. Спасибо. И я бы хотела пригласить следующего спикера, Светлана Толмачева, которая нам расскажет про рок-клуб. Значит, я вам передам микрофон. Добрый вечер всем. Спасибо большое, что добрались. Пока переключаем презентацию, ремнил до Урсу Джунка. Спасибо. 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 Свердловскому рок-клубу Когда рок-клуб официально начал свое существование И вот это золотое десятилетие, 80-е годы Когда свердловским рокерам обязательно нужна была большая сцена И они прикладывали все свои усилия для того, чтобы это произошло И существование свердловского рок-клуба с 86-го года до 91-го Это, собственно, то время, когда формировался первый творческий клад Сейчас я отстирую Сергея Бабунца, который в одном из интервью сказал Что свердловский рок-клуб действительно для Свердловска-Екатеринбурга Был первым творческим кластером, как вы это сейчас сказали Потому что рок-музыка была нужна не только тем музыкантам, которые создавали рок-клуб Не только тем людям, которые хотели слушать эту музыку Объединялось очень много людей самых разных профессий И это были дизайнеры, если иметь в виду студентов Арха Которые работали с образами Наутиуса, Пампилиуса и других команд Это были фотографы, которым было интересно экспериментировать Как во время репортажных фотосессий, так и во время постановочных Это были кинорежиссеры Их, конечно, по пальцам пересчитать Алексей Балабанов, Кирилл Котельников, позже Олег Рахович Но это как раз те люди, которые фиксировали время И это было очень интересно Потому что, как вы понимаете, музыкальная команда на сцене То, что предшествует концерту И то, что после концерта Это всегда интересно, заманчиво Это интересно смотреть и слушать Те команды, которые вы сейчас видите Это, конечно, топ Свердловского рок-клуба И о них знают все Потому что, когда пришло время выбирать Кто они, профессиональные музыканты Или люди, которые прежде всего на первое место Выводят работу и дом, а уж затем музыку Когда пришлось выбирать Те люди, которых вы сейчас видите на этой презентации Они выбрали дорогу профессиональных музыкантов И мы их знаем И знаем благодаря Свердловскому рок-клубу Когда я провожу свои пешие прогулки По местам Свердловского рок-клуба У меня действительно складывается такое впечатление Что я рассказываю практически как про Бородино Но только герои Бородинского сражения все живы Понимаете, вот такая вот интересная вещь Потому что никто дальше словосочетание Свердловский рок-клуб, Чаев, Агата Кристи не знает Но всем интересно, почему это произошло И почему мы третий город, который можно называть столицей русского рока Хотя рок-клубы были по всей стране В конце 80-х вообще не было ни одного уважающего себя городского образования Где бы не 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 команд не объединились и не объявили себя рок-клубом Не говоря уже про рок-фестивали Которых в конце 80-х было великое множество Здесь вот как раз мы видим команду Урфин Джуз Это Сан Саныч Пантыкин Если кто-то не узнал В молодые и юные годы Собственно, Сан Саныч Пантыкин, дедушка уральского рока С него начинается вся вот эта история Потому что первый самостоятельный рок-альбом Был записан в Свердловске в 1980 году группой «Сананс» Это был альбом «Шагреневая кожа» И, собственно, в написании этого альбома принимал участие Сан Саныч Пантыкин Те люди, которые получили вот этот вот импульс в 80-е годы И боролись за создание Свердловского рок-клуба Вот они продолжают качать музыкальную историю в нашем городе И продолжают вносить свой вклад в развитие Екатеринбурга Вы знаете, что Сан Саныч Пантыкин пишет музыку для кино, театра Работает много в русском мюзикле И все это, конечно же, вырастает из Свердловского рок-клуба Ну вот здесь вот вы видите очень интересный документ Который имеет отношение к началу 80-х годов Что это такое? Это так называемый черный список Черные списки рассылались по городам и весям По управлению культуры По комсомольским органам Для того, чтобы не допустить исполнения песен тех или иных команд Вот это вот в списке 83-84 года Свердловск, здесь Наутилус Группа метро, вариант Вурфинджуз Москва, Ленинград Там тоже хорошее название Группы, которые мы любим Ну и, конечно же, нельзя каверить и исполнять Секс Пистолс и многие другие Киз, Блэк Саббат, Чингис Хан Потому что они пропагандируют расизм, мационализм, антисемитизм Миф о советской угрозе Ну и так далее, и так далее Что происходило, почему эти списки имели такое хождение? Дело в том, что в 80-е годы В советском информационном пространстве Все, что звучало из радиоточек Из телевизоров Все это было залитовано Если мы говорим о музыке Если мы говорим о ВИА И литовка Это сокращение от главлит Цензорский орган Который выдавал разрешение на исполнение командой Или отдельным исполнителем текста музыки И после того, как были залитованы тексты музыка Нужно было еще пройти тестацию В чем был смысл аттестации? Литующие органы сидели и смотрели Как перед ними выступает тот, кто хочет выйти к публике И своим мастерством он не должен был оскорбить Слух и зрение советского человека То есть Боргенштерн бы не прошел однозначно То есть, понимаете, это все было По своим рельсам Пущено И если какая-то команда Например, там в Свердловске Какая-нибудь группа метро Хотела бы выступать публично И хотела бы залитовать тексты Ей нужно было бы пройти литовку Пытались официальными путями идти Та же самая группа метро Купила тексты Бельгийского коммуниста Мариса Карема В Доме печати Написали свою хорошую музыку Пришли литоваться На Ленина 69 Если я сейчас адресы не путаю Это здание, где сейчас Филиал Кровеческого музея Там сидели литующие И вот таким образом они сказали Ну вот музыка у нас Семь нот Никакой крамолы вообще Ничего порочащего На советскую действительность Сборник Мариса Карема Официально издан Мы все написали Давайте вы нас сразу Отслушайте И мы выйдем на большую сцену Почему свердловские рокеры Вывались на большую сцену? Потому что у них у всех Были барабанные секции У них была мощь и напор Квартирники их не устраивали Вообще ни в каком виде И пытаясь установить диалог С официальными органами Они открыто заявляли о том Что они не призывают на баррикады Они просто хотят показать Своё творческое осмысление мира Они хотят выйти к публике На любой площадке фестивальной И так далее Дайте нам официальное разрешение Но литующие органы Не хотели разводить демократию Тем более брать на себя ответственность За каких-то рокеров И правдами-неправдами От них открещивались Часто очень Когда рокеры говорили Ну слушайте С 1981 года Существует ленинградский рок-клуб Там литуют Там всё нормально с рокерами Ну там Поделитесь опытом Не знаю Что-то сделайте Потому что мы вот не хуже Мы может быть даже где-то и лучше Мы тоже так хотим В общем Заявить о себе Но им говорили в том плане Что ребят Не надо со своим Ленинградом К нам сюда Потому что здесь Свердловск И здесь политические акценты Расставлены по-другому У нас здесь оборонка У нас здесь секретные мини Никто демократию разводить не собирается Самые жёсткие годы Это 83-й, 84-й Когда они в чёрных списках Когда их шугают на работе Когда с ними проводят Неприятные беседы И Правдами-неправдами Пытаясь вписаться в какие-то В фестивале студенческой песни Ещё что-то со своим творчеством Они получали по шапке И по шапке получали все Кто разрешал такие выступления В 85-м году Было очень много Собраний Рокеров управления культуры Прямо приходили все Кого знали и так в лицо Потому что никто не скрывался И опять же Попадая в чёрные списки Они были Прозрачны абсолютно Для любой контролирующей инстанции Так вот Небытьём так катанием Пришли к тому Что 15 марта 86-го года Всё-таки выделили им Комнату в ДК Свердлова На улице Володарского Комсомольские органы Взяли над ними шерство И началась история Свердловского рок-клуба Она продолжалась до 91-го года И мы считаем, что Вот те 4-5 лет Которые продолжалась Эта история Она зарядила наш город Очень мощно Тот же самый Евгений Львович Горинбург Которого мы сейчас все знаем Как продюсера Euro Music Night Он корнями оттуда Его группа Входила в Свердловский рок-клуб Он дружил с Алексеем Балабановым И очень большой задел Будущее было именно тогда Вот это вот желание Больших, мощных, классных концертов Оно до сих пор Не оставляет Евгения Львовича Слава Богу И благодаря этому у нас Был и старый новый рок И вот сейчас Вот этот вот проект Который считается Самым большим музыкальным событием На территории России Если говорить о том Сколько людей Выходит на улицы Ну а не тот гибридный вариант Который был в этом году Ну и собственно Почему всего 4 года 5-5 лет Это все продолжалось Кстати вот Сейчас мы видим Логотип Свердловского рок-клуба Веселая ворона Была интересная история С ним Ее нарисовали дизайнеры Из архитектурного института Когда они пришли В Свердловский рок-клуб Показали Николаю Грахову И всем остальным Президенту Свердловского рок-клуба И всем остальным Вот этот логотип Им ответили Ну слушайте ребят У нас тут рок У нас тут все по-честному У нас круто А у вас детский сад какой-то Ворона У нее в клубе В клюне вот этот вот Сыр У нее в руках бас-гитар Что вообще это Вот зачем нам это все Дизайнеры сказали Подождите У нас концепция Концепция следующая Наша ворона Никого не зовет Протестовать Воевать Ничего такого Себе не воображает Она прошаренная Она всегда хочет быть сытой Она хочет сбацать Хорошую музыку Пустить ее выступать Ну и ворона прижилась И вот собственно На третьем фестивале Свердловского рок-клуба Уже на афишах Этот логотип присутствует На заднике сцены И увешивается И мы продолжаем поддерживать историю Которая связана Именно с этим логотипом То есть Благодаря компании МТС В этом году На Изи Трэвел Был запущен Маршрут По точкам Свердловского рок-клуба Из любой точки мира Можно зайти на Изи Трэвел Прослушать экскурсию Про Свердловский рок И выпущена Первая партия значков Для участников Пеших экскурсий Которые проходят У нас здесь В Екатеринбурге Ну и собственно Если говорить о точках Которые связаны Со Свердловским рок-клубом Конечно же Такой профинтерна ДК Свердлова На улице Володарского Как вы знаете Сейчас это Заброшка С 2016 года Здание принадлежит Русской православной церкви Реконструкция не проводится Внутрь Никого не пускают Сторож Который там дежурит Говорит Что здание Уимировано И В общем Небезопасно Там внутри находиться Почему Свердловский рок-клуб В 91-м году Оттуда съехал Дело в том Что еще в 86-м году Когда У них проходил Первый фестиваль Сегодня мы так говорим Для простоты фестиваль А тогда 20-22 июня 86-го года Это была Мастерская Свердловского рок-клуба И по большому счету Это Было большое мероприятие Для того Чтобы залитовать Те команды Которые Вступают в Свердловский рок-клуб То есть Когда они выходили на сцену В зале На 630 мест В ДК Свердлова То Кроме тех команд Которые выходили Должны были выходить На сцену следующими Сидели в зале Еще летующие То есть У них как раз Были тексты Они как раз Смотрели на сцену Чтобы собственно Кому-то сказать Да Кому-то сказать Нет Это 86-й год 87-й год Фестиваль Свердловского рок-клуба Проходит уже В ДК УЗТМ Там В комиссии летующих Уже Андрей Матвеев Известный Уральский писатель Который очень много Писал И проводил Времени с рокерами И он уже Левой пяткой Подписывает Все эти летовки Они уже практически Никого не интересуют Потому что Запускается Кооперативное движение И уже понятно Что если люди Хотят слушать Наутилус Пампилиус То уже можно Какие-то Концерты С молодыми группами Свердловского рок-клуба За денежки Организовывать 88-й год Это уже Рассвет Рок-клубовского движения И уже Никого Никакие Литовки Не интересуют Уже снимается Дворец молодежи И на три дня Заряжается Огроменный фестиваль Где все Со своими Фанатскими командами И Чаев Наутилус Пампилиус И Агата Кристи Приезжают Команды Из других городов Уральского федерального округа Из Москвы И Ленинграда И вот эта вот Вся история Повторяется В 89-м году В 90-м К Грахову Приходит Директор ДК И говорит Ну что Значит Клубной работой Вы здесь не занимаетесь В нашем ДК Не занимаетесь Значит Комсомольцы Вас сюда вселили Вселили Но у вас постоянно Зал занимается Комната номер 64 Занимается А вот давайте По коммерческой стоимости Будем оплачивать Занимаемые площади Так как Вся вот эта вот История существовала На деньги Комсомольцев И они друг с друга Не собирали Взносы Ну вот такие вот Жирные Чтобы содержать ДК Там Еще что-то Вся вот Николай Грахов Посчитал Что Ну собственно А какой смысл Дальше тянуть Потому что Уже Нет тех Препон Для преодоления Которых Создавался Свердловский Рок-клуб И тогда Смысл был Просто съехать Чтобы Ну Не наматывать На себя Долги Конечно В 90-х Были попытки Реанимировать Свердловский Рок-клуб Чтобы Делиться опытом С молодыми командами Поддерживать Тех Кто Начинает Но это Все В 90-е Сошло На нет Потому что Все были Заняты Необходимостью Зарабатывать Потом Начались Те самые Дефолты Которых Вы все Или знаете Или помните И Собственно Свердловский Рок-клуб Стал легендой С 91-го Года Уже Практически Его История Становится Прошлым А в 91-м Году Начинается История Российского Рока Это Те Команды Которые Идут После Смысловых Галлюцинаций Потому что Смысловые Галлюцинации Были Последней Командой Которая Официально Зашла Свердловский Рок-клуб К вопросу О том Как Пересекались Сообщества В том же Почему Это Стало Возможно Потому что Все Свои Все Друг Друг Знают Шахрин Работал На Строительстве И Знал Директора ДК Его Он Уговорил Для Того Чтобы Свою Новоиспеченную Команду Чаев Показать То есть Не столько Страшно Было Показывать Чаев Сколько Незалитованные Песни Но 29 Сентября 85 Года Все Отлично Хорошо Прошло Сейчас На этом Здании Именно В этом Здании Которое Сейчас ДК Молодежный Называется Центр Культуры Молодежный Да Раньше Это ДК МЖК Состоялся Первый Концерт Владимира Шахрина И его Команды Если Говорить О памятных Знаках В нашем Городе Которые Удокалечивают Память О Свердловском Рок-клубе То это Конечно же Бритва Кормильцева Вот Эта Фотография С Кубшего 48 Один Из Филиалов Уральского Федерального Университета Там находился Химический Факультет Где Учился Илья Хромильцев Именно Поэтому Там Находится Вот Этот Знак Который Создал Александр Коротич Дизайнер Который Также Принимал Участие Во всех Движухах Свердловского Рок-клуба Ну и На Здании Гимназии В Клистерском Переулке 3 Мемориальная Доска Посвященная Учился Там И Параллельно В Этой же Школе В параллельном Классе Учился Евгений Львович Горенбург Они вместе Играли В группе Кэрри Ну и Там Дальше Знаете Как Каморки Что за Актовым Залом Репетировал Школьный Ансамбль Вот Примерно Такая Атмосфера Там и Была Вот Оттуда Собственно Первые Шаги В рок Сделали Тот и Другой Продолжаем С Дмитрием Карасюком Собирать Истории Для Будущих Может быть Книг На авторские Прогулки Приходит Очень много Горожан Которые Бывали На квартирниках Принимали Участие В съемках Фильмах Балабанова Еще Кто-то Рассказывает О том Как организовывал Концерты Майка Науменко И Виктора Цоя Первый концерт В 83-м году Который Здесь Состоялся И вот Из всех Все эти Истории Есть мысль Каким-то Образом Сохранить Чтобы сами Горожане Рассказывали О том Как они Участвовали В этом Процессе Создание Свердловского Рок-клуба И Поддержание Его Потому что Еще раз повторюсь Свердловский Рок-клуб Был нужен Не только Музыкантам Он нужен Был Всем тем Горожанам Которых Заряжал Рок Потому что Это была Музыка В тренде В 80-е годы И Объединяло Очень Многих Кто Хотел Общаться Друг с другом В доинтернетовскую Эпоху Это была Площадка Для того Чтобы Говорить о музыке Слушать музыку Обмениваться Пластинками Бобинами Позже Кассетами И вот Собственно Об этом Во всем Легенда О Свердловском Рок-клубе Спасибо большое Я прошу вас Остаться С вами Если можно Подойти Поближе Кресел И сядьте Вы постоянно Убойтесь А тут Извините Продолжение Спасибо У нас Есть Возможность Задать Тоже Несколько Вопросов Об Истории Рок-клуба И если Можно Да Я Тоже Спрошу Меня Очень Интересует История Про ДК-автомобилистов То есть Я так понимаю Что они же Тоже Как-то Этим Всем Занимались Они Это Делали До Того Как Попали В клуб Профинтерна После Вместо Во время Это История 81-го Года То есть Если Мы говорим О том Что Официальная История Свердловского Рок-клуба Начинается С 15 Марта 86-го 15 Марта Состоялось Первое Собрание И В общем Понеслась Эта История ДК Свердлова То Про ДК Автомобилист И 81-й Год Это Совершенно Невероятно Это То Что Произошло И отчего Мы бы могли Отсчитывать Начало Свердловского Рок-клуба Но вот эти Вот темные Годы 83-84 Когда Очень сильно Всех гоняли Прижимали Не давали Выступать Нигде Они Как бы Были бы Провальными Вот И поэтому Официальная История Все-таки С 86-го Что Произошло В 81-м Году Это Легенда О Свердловском Архе САИ Свердловский Арктиктурный Институт У которого Свои Совершенно Вольные Традиции Рассказывают Тех, кто там учился Что В начале 80-х Между Лекциями Из радиорубки Могли ставить Лед Зеппелин И никто Никого не гонял Никто Там не предъявлял Претензий Ну потому что Это студенты Арха И потому что Это такая Творческая атмосфера И Преподаватели Были примерно На той же Самой волне Так вот Студенты Профсоюза Решили организовать Мастерскую По изучению Новых молодежных Музыкальных течений То есть Они вот как-то Это так завернули Они Действительно На голубом глазу Думая Что Ну а что Такого Они же Собственно Они же Просто изучают Они просто изучают Им интересно послушать Чем увлечена Молодежь Предоставить им Возможности Выступить А так как У самого Арха Нет каких-то Больших площадей Для того Чтобы устроить Большой фестиваль Вся эта история Переместилась В ДК Автомобилист И вот там как раз Выступали Все команды Которые Каким-то образом Родились Внутри Свердловского Архитектурного Института И Вообще Пик демократии В том что Сидящие в зале Люди Голосовали За лучшую группу Каким-то Невероятным чудом Благодаря своим Коммуникационным Навыкам Туда прорвался Урфин Жуз Хотя Сан Саныч Пантыкин И те ребята Которые тогда В Урфине Играли Они не имели Отношения К арху Но Так как Это была Удивительная Невероятная Возможность Взять Выйти И показать Себя Там Договорились С теми С этими И в общем Вышли Выступили И заработали Диплом Жюри Но это был Какой-то Единичный Случай Это был Единичный Случай Потому что Сразу после Того Как Все это Произошло В понедельник Грубо говоря В субботу Был фестиваль В понедельник Собрали студентов Из профсоюза Которые Собственно Вот это Все Замутили И начали В общем Давать им Всем По всем местам Почему Не согласовались С вышестоящими Инстанциями Были запрещены Все публикации Какие только Могли бы быть На смене Вечерки Или еще где-то Об этом Скрыли таким образом Чтобы нигде Не упоминалось Потому что Переживали Что не дай бог Что-нибудь случится И полетят в голову Начнусь отчисления И так далее Но тем не менее Вот этот феерический Фестиваль Он действительно состоялся Класс Вопрос У меня был вопрос Критерии Вхождения В общественного клуба У него были рамки Получается Временные Если в МЖК Вы входили по соцсоревнованию То там был критерий То ты относишься К рок-клубу Я повторю вопрос Чтобы его было слышно Интересуют критерии Вхождения в рок-клуб То есть Если в МЖК Вы входили с помощью Соцсоревнований Как-то там мог человек Попасть То как человек Попадал в рок-клуб Трансформировалось Год от года Если мы говорим Про 86 Про самое начало То нужно было Пройти вот эту вот Литовку То есть нужно было Выступить на мастерской Свердловского рок-клуба Которую мы сейчас Называем первым фестивалем Нужно было Заявить свою команду Выйти перед теми людьми Которые имеют право Подписи И выступить Они согласовывают Ты можешь выступать И ты имеешь право Войти в Свердловский рок-клуб Как входили Были такие Карточки с персональными данными Фамилиями отчества В какой группе играешь Какую музыку слушаешь Чем будешь заниматься В Свердловском рок-клубе Вся картотека Находится до сих пор У Николая Крахова Который Бессменный президент Свердловского рок-клуба И он же Генеральный директор Радио Си И многих других Радиостанций К вопросу о том Как люди Заряженные музыкой Продолжают Жить и существовать В Екатеринбурге И создавать Вот эту вот Большую музыкальную палитру Нашего города Так вот В 87-м году Уже можно было Просто подать заявку На вхождение В Свердловский рок-клуб И уже Литовка Ну вот уходила На задний план Были вот Те самые мастерские Во время которых Оргкомитет Свердловского рок-клуба Отслушивал тех Кто заявлялся В Свердловский рок-клуб И если Действительно Дотягивали До определенного уровня Музыканты Ну условно говоря В ноты попадали Там что-то осмысленное пели Их с удовольствием принимали Причем Были даже Такие варианты Когда Попадали В рок-клуб Не только музыканты Но и те люди Которым было интересно Вот это комьюнити поддерживать Как я и говорила Это кинорежиссеры У Балабанова Была такая своя карточка Члена Свердловского рок-клуба Это было общество Картинники О которых Сейчас Тоже речь пойдет И почему Букашкин там оказался Тоже можно упомянуть Потому что Принимал участие Картинки В фестивале Свердловского рок-клуба Что мы это расскажем Из-за того Да Это тоже отдельная Интересная история Так что Достаточно Просто Можно было иметь Или свою команду Или понимать Чем ты можешь В Свердловском рок-клубе Заниматься На благо Всего этого Творческого союза Хорошо Спасибо Да Так Вопрос про Сфинкс Про Рок-клуб Сфинкс Который Собственно Является Правоприемником Ты считаешь Что это совсем Другая сказка Это другая Рок-клуб Сфинкс Другая ли Эта сказка Является Правоприемником Рок-клуба Там же можно Говорить про Джи-ту-ту Немногое другое Но Во время Разговора О Свердловском рок-клубе Нужно действительно Понимать Что Золотые годы Свердловского рок-клуба И сам факт Существования Свердловского рок-клуба 86-91 После 91-го Другая страна Другой город С другим названием И российский рок И вот то Что происходило В Екатеринбурге В 90-е Это уже развитие субкультур Это Да Сфинкс Правоприемник Но Когда рассказываешь Про то О том Почему появился Свердловский рок-клуб Как жил он И почему сошел на нет Вот мы до этой истории Про 90-е Вообще не успеваем доходить Потому что Такие Большие Пласты 80-х годов Что Если говорить о 90-х То нужно Эту историю Совершенно отдельно Рассказывать По примеру Того же Самого Сфинкса На примере Июльской 22 И других Хороших клубов Где выступали Те команды Которые мы сейчас Знаем Как Ну не то чтобы Правоприемниками Да А следующей Волной Свердловских Музыкантов Которые Писали В том числе И в рок-жанре Спасибо большое Давайте Поблагодарим Еще раз Светлана Спасибо Я хотела бы Представить вам Дарью Костину И у нас Последняя Лекция Которая Посвящена Всю Посвящена Всеобщему Обществу Картиннике Мне будет Очень любопытно Послушать Собой Про эту Легенду Спасибо Большое Полина Ну я Наверное Должна Сразу же Извиниться За свою Довольно Убогую Презентацию Потому что Ну Во-первых Все в ночи Это собирала Во-вторых На самом деле Я просто Так давно Сама связана С темой Букашкина Что Может быть Я живу В иллюзии Что вообще Все-все знают Про него И в общем Особенно Как бы Никого Уже Нечем И удивлять Поэтому Картинок Не очень много Буду больше Стараться Рассказывать На словах Ну и Для начала Наверное Такой Коротенький Экскурс В биографию Вообще Конечно Евгений Малахин Которого Мы знаем Как Букашкина Или старика Букашкина Это Очень крупное Такое Мультидисциплинарное Явление Про которого Можно Рассказывать Долго И в совершенно Разных Контекстах И мы Кстати говоря Не так давно Мы в галерее Синара Арт Совместно С порталом Культуры Урала Запустили Первый Уральский Подкаст Об уральском Искусстве И у нас вышло Восемь эпизодов И по-моему Ни один из них Не обошелся Без запоминания Букашкина Потому что Так или иначе Вот он везде Всплывает Разными Гранями Своего Творчества И Своей жизни Что Как бы важно Про него Помнить Что мы Конечно Условно Называем его Художником Но художником Он Не был В прямом смысле Слова Он не умел Рисовать Он не имел Художественного Образования Был инженером Энергетиком И в общем-то Практически Всю жизнь Работал По специальности В связи с этим Кстати много Ездил по стране И хорошо знал Советский Союз И дружил С одесситами Очень сильно Это отдельная история И начал Вовлекаться Различными Творческими Практиками Но на самом деле Как я теперь знаю С конца 60-х годов Потому что Тема На которой Сейчас фокусированы Это Слайдовая фотография Которую Начал заниматься В конце 60-х Одним из первых В Советском Союзе Вот Ну так иначе 70-е годы Это тоже фотографии И потом Самоздаторские книги А уже позже 80-е годы Это тоже книги И вот уже Во второй половине 80-х годов Он как бы Немножко меняет Или на самом деле Немножко радикально Меняет свою Художническую Стратегию И начинает Собирать Конструировать Как я считаю Образ Букашкина Такого Скомороха Который Сам Облачает себя В странные Наряды И Собирает Вокруг себя Мифологию И собственно Этой мифологии Он и Известен Сегодня И вторая половина 80-х годов Как раз Связана уже С его Таким Большим проектом Всеобщим Обществом Картинник Про который Я и буду Сегодня Чуть подробнее Рассказывать Как видите Здесь несколько Псевдонимов И Псевдонимы Были разные Но Как рассказывает Его сын Ярослав Минулин Который В этом обществе Картинник состоял И был активным Участником Это как бы Не спонтанно Появляющаяся И не со временем Проявляющаяся Трансформация Псевдонимов Это был план Что сначала Я буду Какашкиным Потом я буду Бркашкиным Потом я буду Букашкиным Что это все Было спланировано И это кстати Очень любопытно Ну и старик Он стал прибавлять К своему Псевдониму Может тогда Когда возраст Был более почтенный И он мог себе Это позволить И мы знаем Малахина Как такого Городского Чудака Городского Смасшедшего Который Базировался В подвальных Мастерских Подвальных Пространствах На улице Толмачева Я скажу К своему Я все время Путаю адреса По моему Это было Толмачева 5 Толмачева 9 Да Светлана Поправьте меня И оба здания На сегодняшний день Снесены Это были подвальные Идет премьерно Хронологически В то же время Что и Свердловский Рок-клуб И В это время Малахин Собирает вокруг себя Огромное количество Разных людей Был костяк Хотя они называли На улицах Малахина Калька С образа Общество картинник Как я уже сказала Это разные люди И они как бы Специально не определяли Свой состав Своей границы Потому что В мастерскоп Малахин мог прийти Кто угодно И конечно Кто приезжал Приводил друзей Потом эти друзья Один раз побывали В следующий раз Приехали в Свердловск Привели еще кого-то И это такая была Бесконечная ротация Лиц Кто-то там бывал Один раз Кто-то появлялся Там 5-6 А кто-то бывал Постоянно И вот из тех Кто были постоянно Это музыкант Виктор Дворкин Это художницы Екатерина Шолохова И Екатерина Дерун Это поэты-литераторы Владимир Болотов И Вера Довгошея И Рустам Бигбов И инженер Владимир Гнетков И Игорь Бурин Как вы видите У всех в скобочках Приведены псевдонимы Поскольку сам Малахин Пользовался творческим псевдонимом Псевдонимы были обязательно Для всех участников Картинника Вот из этого Постоянного костика И псевдонимы придумывались Конечно Совершенно разными Ассоциативными цепочками Где-то видно Что просто Чуть-чуть сокращена фамилия А где-то Совсем казалось бы Странные И необъяснимые Придуманные имена По легенде Название общества Возникло спонтанно Когда Владимир Болотов Литератор Выполнял какой-то плакат Для коллег С кем Малахин работал И написал на нем Это именинник Это облака Это общество Картинник Это реченка река И вот По этой легенде Собственно Закрепилось За ними Общество Картинник Чем они занимались Значит Они занимались Тем Что расписывали Морально-шанковательные Так называемые досочки Или морально-бытовые Их еще называли Сейчас я пролистаю Потом вернусь Вот у меня к сожалению Всего три картинки Потому что Ну вот я думала Что все все знают И что это было Это были обычные Кухонные доски Которые конечно Приносились с помойки И вообще все Тащили с помоек Помойка кормилица Как они говорили И расписывались они Какими-то иллюстрациями На стихи Малахина Вообще нужно сказать Что текст Это конечно Ну То что лежит в ядре Практически всех Творческих практик Малахина За исключением Может быть ранних Вот этих экспериментов С фотографии И Его текстовые практики Они конечно Опираются на практики Эбариутов И С одной стороны А с другой стороны Это вот такой подход Частушечный Сам он в общем-то И говорил Что это такая Современная Частушка И это как правило Такие очень простые Изречения С такими простыми Истинами О том Что нужно дружить С животными Беречь природу Как-то бы жить В мире друг с другом Но Часто там Такие каламбуры Текстовые Встраивались И Поэтому фразы Приобретали Такое очень Абивалентное звучание И могли быть Иллюстрированы По-разному И собственно Ребята из картинников Они иллюстрировали Эти тексты Как Кто их понимал И вот здесь Вот как раз Две досочки Это Ну видно Все-таки Более профессиональная рука И делались они Как раз Студентами Училища имени Шадра Которая располагалась Неподалеку И как вспоминает Руслав Минулин Все время Такая поставка кадров В мастерскую К Малахину Происходила Волнами Из Шадра Но Малахин их не очень любил Потому что Это были уже Ну такие Испорченные образования Люди Художественным А ему нужна была Непосредственность И поэтому Он значит Вот этих начинающих художников Все время стимулировал К тому Чтобы они отказывались От того Чему их научили И Пытались Вот себя выражать Так как будто бы Они кисточку там Или карандаш Впервые в руках держат А рядом досочка Как раз Самая Левая Это если я Не ошибаюсь Как раз Творчество Ярослава Где Видно что Человек рисовать не умеет Это то что Малахину было нужно А вот поселок Ларьков Становится все больше На самом деле Это интерпретация Ярославом Фразы Которые встречаются На других досочках А вот Ларьков Становится все больше И конечно Это про Ну реалии 90-х годов Конца 80-х Начало 90-х Когда город Заполнялся Киосками Первыми киосками Откуда такие фразы Вообще появляются На досочках Как Ярослав вспоминает В мастерской Малахина Был телевизор Который они смотрели И там много Всякой ерунды Естественно Первые рекламы Показывали Ну и новости Естественно И вот некоторые фразы Вырванные из контекста Они оказывались На досочках Которые потом Иллюстрировались И отсюда же Там такие фразы Например Панки Долго не тусуйтесь Программой Взгляд Интересуйтесь Или Если ты Герла Что надо Ты не пей Не пей Не надо Кстати Антиалкогольная Тематика Она конечно Очень сильно Была акцентирована В текстах На досочках И в песенках Ну и там Отдельная еще история Про антиалкогольные Плакаты Которые Малахин Делал вместе С Катей Шелуховой Но это не то О чем мы Сегодня собрались Говорить Так вот Значит эти досочки Производились В невероятных Количествах Для чего? Для того Чтобы раздариваться На улицах Во время Так называемых Акций Коммуникаций И вот это Такие уже Классические фотографии Мне кажется Во всех изданиях На сегодняшний момент Три книги Про Евгения Малахина Букашкина Изданные И конечно Эти фотографии Везде опубликованы Потому что Это архив Саши Шабурова Тоже Участник Общества Картинник И видно Что собственно Происходило Они выходили На улицу В центр города Было две локации Основные Это Платинка И то место Где сегодня Пассаж Тогда там был Сквер Расставляли Такой шатер Самодельный Развешивали Досочки На этом шатре И начинали Петь Плясать И выкрикивать Тексты С этих досочек И естественно Толпа Которая проходила Мимо Или просто Отдельные Какие-то Горожане Они останавливались Смотрели Что за Тут Такое Действо Очень странное Происходит И конечно Все это Носило Такие черты Хэппининга Потому что Было Ориентировано На вовлечение Аудитории И например Малахин Выкрикивал Какой-то Стишок С досочки Там У крокодильчика Безласки Заслезятся маленькие глазки Кто сегодня Крокодильчик Ну кто-то говорил Я крокодильчик Кто-то смелый И он соответственно Получал досочку Вот с таким вот Рисунком С таким текстом В подарок И сегодня Много В каких Екатеринбургских Семьях Эти досочки Хранятся Просто как Какой-то Такой раритет И документ Времени Также Они выступали Естественно В перерывах Рок-концертов Светлана Про это Знает Безусловно Подробнее Чем я Здесь тоже Несколько Архивных Фотографий Шабурова И Что очень важно Вот как Ярослав Рассказывает Светлана Поправьте меня Значит Саша Шабуров Похлопотал Чтобы картинник Мог ездить На рок-фестивале За счет Вот какого-то Общего котла Что как-то Средства Перераспределялись Так что И вот на эту банду Тоже хватало Чтобы их куда-то Вывести Но они не претендовали Естественно На то чтобы Выступать на сцене Они претендовали Только на Фойе Причем на какой-то Угол фойе Самый проходимый Например От сцены В буфет И значит Там они Располагались И начинали Своё действо И как вспоминают Картинники Иногда Вокруг Малахина С его шобой Собиралось Людей Больше Чем в зале И Продолжалось Это вот Ровно До 91-го Года У меня Здесь фотографии Только Екатеринбургских Историй Потому что Мы сегодня Про пространство Свердловска Екатеринбурга Говорим Вообще Конечно Их больше Есть фотографии Где они С Чаифом И в разных Других городах Включая Кстати Советские Республики Таллин Например Здесь как раз Фотография С их Перформансов В ДК Автомобилистов Про которые Полина Сегодня Спрашивала И Это была Конечно Такая самая Репрезентация Но Мне кажется Что Здесь Две истории Сошлись С одной стороны Это конечно Интерес К рок-музыке Напомню Что Малахин Себя называл Панк-рок С комарох А всю Вот эту Историю Панк-рок С комарох Тусовкой Но Как бы Привязка И там Действия Прицепом К рок-клубу И к рок-музыканту Наверное Это была дань Просто Личным интересам Музыкальным А работа С городским Пространством Это Как мне кажется Все-таки Была осознательная Работа По гуманизации Той среды Которая Ну Была В тот момент В городе Потому что Начало 90-х годов Это время Вы сами Наверное Помните Или знаете Очень маргинальное Очень проблемное Это безработица Это Наркотики И Когда У картинников Спрашивают Вообще Что вас приводило В эту мастерскую Ради чего Вы туда приходили Многие вспоминают Что это было Безопасное пространство Что это было место Где Ну Ты всех знаешь Или ты точно знаешь Что Ну даже если Незнакомые лица То скорее всего Ну Малахин Не пустит Кого попало Ярослав вспоминает Что если кто-то Даже из хороших Знакомых И друзей Приходил пьяный Он их выталкивал И не давал оставаться И конечно Это такая была Гуманистическая миссия Если можно так пафосно Сказать Про Малахин И картинник Потому что Он в том числе Молодежь конечно Забирал с улицы И они очень много Времени проводили В этой мастерской И это было лучше Чем альтернативы Которые тогда Для молодежи складывались Вот как раз Еще фотографии Это тоже Классические фотографии Уже Виталия пустовала Его знаменитая серия Екатеринбург Эпохи Букашкина Где тоже видно Как все это происходило То есть Малахин обязательно Разряженный И в руках Музыкальные инструменты Часть профессиональные Часть самодельные А те которые профессиональные Разрисовывались И вот про разрисовывание Мне нужно уже ускоряться Я тоже должна рассказать Это конечно второе направление Работы с городским пространством Собственно создание Мини-ментальных росписей Как их называл Малахин Это Разписывание Мусорных баков Гаражей Заборов Такими же картинками Как и на морально-шинковательных Досочках И эти картинки Иллюстрировались Собственно Либо очень похожи Либо те же самые тексты Которые на досочках Встречались И это Такой нео-нео Примитивизм Если кто-то умел рисовать То косил Под тех кто не умеет А кто не умел Так это лучше был клиент И на сегодняшний момент Конечно росписи Плохо сохранились Ну такое культовое место Это Ленина 5 Двор Ленина 5 Где есть И аутентичные росписи Которые сделаны Под руководством Малахина И Росписи сделаны Уже после его ухода из жизни И они довольно неплохо Сохранились А в этом году я знаю Что их еще и подновили Вот это как раз Пространство гаражей Перед офисом компании Лев и Лев Аудит И Малахин был дружен С Евгением Артихом Основателем этой компании И собственно Они конечно следят за тем Чтобы росписи Ну как-то вот Не совсем захеревали И вторая локация Где по-моему В этом году Что-то тоже делали В отношении Подновления росписи Это улица Толмачева Эта фотография достаточно старая Мне кажется Это в 2007 году Снимали И вот там тоже сохранились Такие росписи Но уже они почти все Выгорели И размылись Но ценны они тем Что да Мы точно знаем Что это создано Именно картинниками Периода Малахина Что Ну и гуманизация здесь Не только в том Чтобы превратить серый Скучный И очень Ну такой неприветливый город В пространство одомашненное Чуть-чуть расцвеченное Но еще и в тех ценностях Которые транслировались Через тексты Как я уже сказала Эти ценности были Такие общегуманистические И примеряющие И что важно Что картинники Продолжали собираться После ухода Малахиной жизни В 2005 году И Ну как-то поддерживают Контакты между собой До сих пор Но Вот Светлана сказала Да Нет У Людмилы Как раз было В докладе Извините В выступлении Про то Что сообщество Держится на лидерах Это точно такая же история Конечно Общество картинник Держалось на лидеру На лидере На Малахине И Как мне кажется Некий такой ревайвл Они переживают Последние годы Когда Ярослав Сын Малахина Который унаследовал Абсолютно отцовскую харизму Вернулся В Екатеринбург Он очень долго Жил за пределами города В разных местах В связи с его работой И вот Последние Наверное Лицем Мне кажется Может я вру Он в Екатеринбурге И вот он является тем моторчиком Который собирает картинников Время от времени Который устраивает Какие-то встречи И который Помнит все песенки И мы весной презентовали Еще одну книгу Про Малахина У нас в галерее И конечно Эта презентация закончилась Выступлением картинников Где они собственно Очень аутентично Спели Все классические хиты Вот Поэтому картинники живы Но живы Наверное Все-таки Именно тем костяком Который Сформировался В самый ранний период И Все-таки Вот какого-то Обновления Эта практика Сообщества Она не переживает То есть Современного Картинника Не существует Существует тот картинник Который сложился При Малахине И собственно Мне кажется До сих пор На памяти О нем Этого сообщества И существует Спасибо Спасибо У нас Есть Возможность Задать Несколько вопросов Можете Сказать В общем Я первое Девочки Хочу сказать Что я сейчас Наконец-то Вспомнила Всю историю И вот то Что вот сейчас Была фотография На плотинке Это 86-й год Это точно Сейчас То есть Это 86-й год Вот Просто Слово Вот Вот эти Шабуровские Да Фотки Вот эти Да В 86-й год Первый раз Пересеклась С Букина То есть Он подбежал Тогда Ой Дай мне карандашик Быстро У меня пока Мысль не исчезла Мне нужно Что-то записать В общем Я порылась У меня Нашелся карандашик И он начал записывать Некрасова Там я ездила Сувышева Был сильный мороз Ну в общем Вот эта вот история А потом уже Мы встретились В 88-м году То есть Вот это вот В общем Это где-то Да Ах Нет Стоп Все Пардон Все Обратно Делал Отмотал В 88-м году Все Вот это 88-й Все Да Все Отмотал Снова Спасибо Спасибо Да Спасибо Да На самом деле Хотелось бы еще Оксану послушать Оксану Захарова Это тот человек Который 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 сейчас Если это нужно записать Нужно позвать Оксану Это тот задел Тотальный Тотальный мастер-класс Тотальный Фатальный Перформанс И все что хочешь На любой помойке И так далее То есть Первые девочки Которые поддержали Мою идею Они моложе По возрасту Эти просписи Вот они первые Пошли со мной И начали это делать Оксану Я наслышана про вас Рада лично познакомиться Спасибо огромное За то что вы делаете Тут мне кажется Очень важно Понять Что мы подразумеваем Под современным картинником Потому что Ну вот Работу С росписями Поддерживать Это супер важно И я рада Что молодые люди В это включаются По убеждениям А не потому что Им сказали практику Так в университете пройдешь Вот Но мне кажется Что сообщество Расскажите просто Может быть вы видите Расскажете Потому что мне кажется Сообщество Это все-таки Ну чуть больше Чем просто выйти Что-то поделать вместе Что-то что имеет ценность Вот мне хочется Прийти в ту точку Да Где это просто будет Вот на постоянной основе Но я пока иду А можно Я тогда задам этот вопрос Который я хотела Как раз задать То есть понятно Чем занималась Арт-группа Да У них и был Вот этот вот путь Но чуть-чуть Немножко было сказано Чем они занимались Как именно Какое-то городское сообщество То есть он забирал Молодежь с улиц Он давал Какое-то безопасное пространство И Были Ну Были Может быть Еще какие-то действия Когда Ну они там помогали Друг другу Я не знаю Или было это Могли появиться в любое время Не в любом состоянии Но если в трезвом То да Можно было пожить Можно было переночевать Можно было Ну вот Перекантоваться Каким-то образом Только никому нельзя было Сидеть без дела То есть Все кто приходили Да Да Просто посидеть Потримдеть Нет Вот сразу же Бери досочку Рисуй Или досочки пили Или что-то делай Обязательно И мне кажется Что еще И В этом очень важна Социальная была Миссия Малахина Все-таки Прививать Какую-то активную позицию И Приучать к деятельности Не к фланерству Не к безделью А к какой-то деятельности Ну и тексты Собственно С которыми они работали В огромном количестве Тоже все были про это Про то Что Программа Взгляд Интересуйтесь И про то Что Значит Нужно Делать время По тихе час Ясно На самом деле Мне кажется Что Нужно Отдельное интервью Писать С вами А не У него были Очень хорошие Организаторские Способности И вот эти Идеи Которые Днем Витали Должны были Реализовать Люди Которые Вот Периодически Заходили Поэтому Это и было Что Тусовщик Отпудент Быстренько Нам нужно Это Сразу Выдавались Влите Все тексты Которые Нафель Была Произвести В картинке Знаете Еще что Показательно Что он Привил Все таки Им Вот эту Философию Всеобщества Всеобщего Общества Картинник Потому что Я работала С коллекцией Музея И я знаю Какую досочку Точно Саша Шабуров Нарисовал И я ему говорю Саша Смотри Это твоя досочка Он говорит Тут нет никаких Моих досочек И нет чужих Это все Анонимное Коллективное Творчество И то что Записывались Как досочки Подписывались Это Изо Картинник Иногда Изо И псевдоним Творческий Того Участника Который Нарисовал Текст Букашкин Обязательно Было подписано Что текст Букашкин А Изо Картинник И вот Еще Можно Я задам Такой вопрос Может быть Он немножечко Как сказать Не думайте Что это Какое-то Разоблачение Но У меня Такой вопрос Вот Уволился Такой И мне У нас В принципе Либо против, либо ради, либо одновременно и то, и другое. И эта история тогда не только про сообщество. Каждый раз уникальная ситуация. Но ведь когда возникает это сравнение, то это основание для каких-то обобщений. Какую форму свободы, условно говоря, порождают в 80-е, например. И тогда почему свобода 90-х, а 90-е считается временем, когда людям дали свободу. Действительно, вам надо бы дать. Почему? Эта свобода убивает ту свободу. Это, мне кажется, очень интересно. Если делать обобщающую статью, то как бы подняться над уровнем конкретных историй, случаев, до каких-то факторов, которые управляют нашей инициативой в этом мире. Я бы здесь просто вернусь к слову, которое у нас есть на названии. Это солидарность. То есть свобода – это один из факторов. Мне кажется, тут есть как бы одни примеры солидарности. Очень интересно. Можно подставить слово солидарность. Я благодарю вас за уделенное нам внимание. Пожалуйста, мы открыты для разных предложений и для разных исследований. Большое спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МИТЛИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ